13 ноября в Новой Москве состоялся очередной международный турнир Горилла ММА серии 44 Moscow Calling. Восьмиугольник вышли спортсмены из России, Бразилии, Узбекистана и других стран. Для обладателя бронзового пояса Александра Дурыманова этот турнир стал шестым в серии. Предыдущие принесли ему пять заслуженных побед. Боец из клуба «Кузня Краснодар» поднимается на одну ступеньку вверх и присоединяется к Илье Варварскому, Якову Якимову, Сергею Маслову и Чередниченко Константину. У всех спортсменов по шесть поединков Горилла ММА серии. Александр Волкодав Дурыманов встречался в клетке с бразильцем Вандерлеем Мексикана Джуниором. Этот первый в истории серии пятираундовый бой стал главным событием вечера. Спортсмены вышли побороться за серебряный пояс победителя Горилла ММА серии в полулегком весе. Вандерлей выглядел уверенно и не переставал атаковать Александра. В итоге в начале второго раунда Дурыманов пропустил мощный мидлкил по корпусу, который не позволил ему продолжить схватку. А Мексикана завоевал свою первую победу на наших мероприятиях. К сожалению, Александр Дурыманов остается на своем прежнем месте нашей статистической лестнице. Артем Семенов и Яков Икимов продолжают лидировать. У каждого из них по шесть побед в серии. Вячеслав Гераскин уже третий раз принимал участие в событиях Горилла ММА серии. Причем его второе выступление состоялось на предыдущем турнире в рамках Moscow Calling. В прошлый раз он потерпел поражение от Ильи Варварского. А 13 ноября спортсмен одержал быструю и уверенную победу над дебютантом серии Анваром Магомаевым. Молодой проспект Вячеслав Гераскин присоединяется к бойцам, у которых по две победы в серии, добытые с помощью нокаутов. Очередной турнир порадовал поклонников боевых искусств большим количеством досрочных побед с помощью сабмишенов. Россиянин Булач Магомедов уже на 30-й секунде первого раунда одержал победу над представителем Узбекистана Мураджоном Анарбоевым. Оба спортсмена дебютировали в серии. Соответственно, на статистику это никак не повлияло. Еще один быстрый удушающий прием продемонстрировал Османбек Уканиев из Таджикистана. Протянув руку в знак приветствия сопернику из Кыргызстана, он неожиданно проник в ноги Исламбека Аширалиева и на середине первого раунда усыпил его. Османбек Уканиев попадает в группу бойцов, которые с помощью сабмишена дважды досрочно завершали свои поединки. А на верхушке списка остаются Артем Семенов и Владимир Юрусов. У них по пять побед, добытых после сдачи противника. Вот такие изменения произошли в нашей статистической таблице. Следующий турнир «Горилла ММА серия 45» «Питер Страйк» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге. В главном бою вечера нас ожидает захватывающая схватка между обладателем бронзового пояса победителя «Горилла ММА серии» Яковом Якимовым и Денильсоном Матосом из Бразилии. Спортсмены разыграют серебряный титул в легком весе. У Якова 6 побед в серии и 11 в карьере. Надеемся, что он сможет повлиять на изменения в нашей статистике. Смотрите прямую трансляцию на телеканале mmatv.com и на сайте mmadvseries.com. Субтитры подогнал «Симон»!